Эй, йоу, друзья! Это все ли равны? У микрофона Роджин. Разбираем мы сегодня кабана, затем будет волк, как я и говорил. Ну а потом мы разберем господина Эмира. Ну и приятного просмотра! Начнем с того, что кабан меня очень приятно удивил. Прям очень приятно удивил. Обратимся к описанию кабана, который предоставили нам разработчики. Кабан не блещет умом экономиста, зато обожает подраться. Он не в силах устоять перед блеском чужого золота и скоро будет под вашими стенами. Даже с небольшим отрядом. Что я могу сказать из описания? Типа кабан не блещет умом экономиста. Собственно, с экономикой у него должны быть какие-то проблемы. Но на деле получается довольно обратная фигня. Зато обожает подраться. Обожает подраться значит, что у нас имеются довольно сильные войска на кабане. И это действительно так. Он не в силах устоять перед блеском чужого золота. Ну бла-бла-бла-бла-бла. В общем, не буду я полностью это все дело читать В общем, делаем вывод Кабан нападает небольшими кучками Но эта кучка является очень сильной Кабан нападает часто И это примерно все, что нам нужно знать Теперь я перейду, пожалуй, к войску А вы знаете, чем пользуется кабан? А кабан пользуется всего лишь катапультами Ну, соответственно, инженерами, да? Это логично Пехотинцами, арбалетчиками и таранами Да-да, вы не ослышались таранами Вы представляете, насколько у кабана сильное войско? Я сразу вам могу сказать Основную часть составляет пехота И пехота составляет как раз-таки Ну, вспомните крысу и все поймете Около 90% пехотинцев у него из 1000 армии Зато арбалетчиков он использует намного меньше Арбалетчиков, ну вот у меня максимум Он использовал 40 при атаке И то он атаковал в 2 стадии 20 арбалетчиков типа в атаке И 20 арбалетчиков типа пришли, ну, в помощь Там как бы отряды по 10 ходили Ну, скажем так Немножечко поднапрячь соперника Вот он и напал с ракушкой На замке у него арбалетчиков немного В общем, получается там около 9% Ну и остатки это у нас инженеры Соответственно, тараны, катапульты Как бы это все ерунда У кабана очень сильное войско У кабана очень большой потенциал Но он же же этот потенциал как-то должен реализовывать Да и помимо этого, кабан-то должен как-то этот потенциал наработать То есть вот это вот войско как-то кабан должен зарабатывать Он же у нас не блещет умом экономиста Давайте об этом позже Напомню, что кабан, ну, как и все боты Стронхолды, строит 8 замков Кстати, у кабана замки уже более-менее интересные Уже что-то проявляется Вот прям такой замок Да, понятное дело, у него нет рвов, как там у змеи Или еще у кого-либо Но у него замки закрытые Нет никаких с этим проблем Единственная проблема Замки с низкими стенками Это единственная проблема На этом все заканчивается Возле барбаканов лежат волчьи ямы Где-то в проходах лежат волчьи ямы Возле башен лежат волчьи ямы Ну и везде, где только, в принципе, хочется Лежат волчьи ямы Что является довольно неплохой штучкой Ну а еще можно найти у кабана в замках чуть-чуть кнутов То есть, соответственно, иногда кабан использует кнуты Ну теперь к постройкам, которые строят кабан у себя в замке Блин, ну здесь, честно, я вам скажу Очень сложно это все дело Потому что у кабана есть очень странные замки Ну я вам буду показывать на экране Какие, ну чтобы четко вы понимали Что и к чему и почему я так говорю Есть замок, в котором есть всего лишь три хижины Есть замки с четырьмя хижинами Давайте я не буду это показывать Я сразу покажу замок с шестью хижинами И это самый лучший, наверное, замок То есть кабан строит от трех до шести хижин И думайте сами, что хорошо, три хижины или шесть Я вам больше скажу, что кабан просто вот эти шесть хижин Вроде бы он их строит, но он их не использует Зато, если вы сносите несколько хижин У него не начинается какого-то кризиса Ему не обязательно их восстанавливать Что является небольшим плюсиком Для большого замка кабана Две тире четыре мастерские стрельника Почему две тире четыре? Ну опять такая же ситуация Просто все зависит от замка Давайте я расскажу о других постройках А потом мы уже будем возвращаться к замкам От двух до четырех кожевенных мастерских И от двух до четырех кузнец Ну блин, у кабана на самом деле замки Вот, например, в том же маленьком замке Он производит, насколько я понимаю, арбалеты в три Ну то есть у него три мастерских стрельника Две кожевенки и две кузницы То есть по факту это круто Есть замки, в которых наоборот Три кожевенки И всего остального по две А есть замки, в которых четыре того Четыре того, четыре того И вот думайте Хорошо ли это или плохо Ну вот это как раз таки я говорю О замке, в котором шесть хижин Типа ему эта хижина Ну, нужна только одна По факту ему должно быть четыре хижины в идеале Но, извините, у него шесть Я говорил, в чем преимущество Именно шести хижин Обратимся к экономике По экономике у кабана Как вы понимаете, кабан у нас не блещет Умом экономиста Поэтому у него в экономике все просто Аж целых двенадцать молочных ферм Двенадцать молочных ферм, Карл Двенадцать молочных ферм Две каменоломни Ну и, понятное дело, шесть привязей для валов Я говорил, что каждой каменоломни по три идет Ну, иногда по две Но это не важно Главное, что если строится обязательно каменоломня То в конце концов для нее будет три привязей для валов Как-то так Там может быть и десять Но это с помощью багов достигается Как бы, в принципе, мы сейчас этого не рассматриваем Четыре рудника Кстати, бот добывает железо Очень хорошо Четыре рудника То есть, в принципе, кабан имеет полное производство Но я вам расскажу сейчас об еще одной фишечке Но давайте позже Восемь лесопилочек он у нас ставит Столько же, сколько и змея В принципе, здесь ничем не отличается Я вам больше скажу, что, скорее всего, количество лесопилок уже увеличиваться не будет Я думаю, у султана столько же абсолютных будет Вот Но В экономике есть такое отличие у кабана Раз в некоторых замках у нас имеются кнуты Соответственно, кнуты, ну, максимум минус два, минус три могут дать кабану, да? Ну, там, по их наличию я примерно так посчитал Я не смотрел прям точно, чтоб наверняка Кабан, он закупает яблоки и хлеб Понимаете? То есть, у нас, когда вот такой вот имеется рацион Нас дается плюс два популярности То есть, я могу сказать вам спокойненько, что кабан вполне может играть или с налогами Или вообще без налогов То есть, наши кнуты уравновешиваются тем, что кабан выдает еду Соответственно, у кабана производство хорошее То есть, камня приходит не восемь, а, например, девять-десять Ну, когда как Там, честно, очень тяжело сказать, как на минус два приходит камень Я знаю, что на минус пять приходит двенадцать Потому что пятьдесят процентов А на минус два тяжело сказать Мы можем просто с вами быстро посчитать Один на шесть камня Я бы сказал бы, что иногда округляется в большую сторону просто А иногда в меньшую сторону То есть, иногда девять, иногда десять И так будет честнее То есть, по-любому у нас получается за два захода девятнадцать камня И это будет правильно Вот так приходит кабану камень Железо Железо у нас просто приходит по две железяки в разы чаще Вот Такая же история у нас с арбалетами Такая же история с кожаными броньками Такая же история, понятное дело, с булавами Чисто из-за этого кабан всегда нанимается в ноль То есть, если вы его прям заставите, ну, вот Тем багом, про который я рассказал вот недавно Вы заставите кабана наниматься Он будет наниматься чисто в ноль У него не будет увеличиваться количество денег У крысы будет уменьшаться Змея закупаться посредством будет То есть, у него уменьшаться не будет Зато будет увеличиваться А у кабана увеличиваться ничего не будет Оно будет стоять на месте Просто стоять на месте И все будет хорошо у кабана Как-то так Понятное дело, что мы можем обратиться К таблице распределения силы юнитов И здесь мы помним, что арбалетчики и пехотинцы Это чуть ли не самые лучшие юниты в игре Напомню, что арбалетчиков он нанимает 9%, пехотинцев 90% Ну и у него иногда приходят 2 катапульты, плюс 3 Объясню потом, почему плюс 3 И 1 таран Ну, соответственно, 10 инженеров Инженеров он нанимает вровень для постройки 3 катапульт и 1 тарана То есть 1 таран, 4 инженера, соответственно 3 катапульты, 6 инженеров, соответственно Ну и 2 катапульты 2 катапульты он выстраивает возле замка Ну, иногда просто вас ими прессует То есть как бы у него небольшие такие набеги существуют 6 арбалетчиков, 6 пехотинцев, 2 катапульты То есть по итогу кабан нас атакует 5 катапультами 1 тараном, 10 инженерами Ну и дальше распределение арбалетчиков, пехотинцев вы видите на экран Из улучшений Честно скажу, очень мало улучшений для кабана требуется Давайте так, я сделаю вывод И сразу же расскажем как раз из этого вывода по улучшениям Что кабан является очень сильным из-за своих юнитов, которые он использует Но его искусственный интеллект очень сильно подводит его То есть нет такого, что армия его Ну, пехотинцы Там, например, при атаке на того же Саладина Ну, как я говорил, Саладин лаком с самым бумажком Будем на нем все проверять, да? То есть у него пехотинцы ведутся лишь в несколько куч Причем очень маленьких, таких, знаете, набегов по 20 А он бы мог вводить свои войска по, скажем, по 100 Там, например, сотенку подвел Сотенка там что-то сделала, ты-ды-ды-ды-ды По вторую сотенку Вторая сотенка что-то сделала, ты-ды-ды-ды-ды-ды Ну или по другому Типа он нападает, например, 900 Вот у него пехотинцев имеется Соответственно, он их делит 90, 90, 90 Ну, то есть 10 армий, да? И 10 набегов делает И вот этими 10 набегами То есть, соответственно, у него было бы 300 пехотинцев Он бы сделал бы по 30-ке 10 набегов И все закончилось бы Ну, то есть, его армия закончилась бы Таким образом, из кабана Можно выжать было бы намного больше За счет контроля войска То есть, улучшить кабану ИИ И кабан был бы великолепным ботом Вот просто великолепным ботом Единственная его проблема Он нанимает войска очень долго И мне пришлось супер долго ждать Когда он наймется вообще Он не нанимается, скажем, как крыса Крыса, кстати, тоже нанимается довольно-таки долго Змея чуть побыстрее Но кабан, это отдельная история Он нанимается очень медленно Очень медленно Прям кошмар Ну и по итогу Мой вердикт Кабан сильный Но у него есть огромные нерешенные проблемы Решив их, можно было бы сделать кабана Просто сумасшедшим ботом Ну, на уровне с Саладином Кстати, кабан убивает Саладина В двух случаях из десяти Ну, то есть, примерно в 20% случаев Вот такой вот армий То есть, например, я сыграл реально 10 раз И он только два раза у меня убил Саладина И то это получилось случайно Потому что вот он пробил себе дырку И он половиной войска побежал Эта половина еще сломала чуть-чуть стеночку Всей половиной забегает в замок И продувает арабским мечником Ну и, соответственно, вторая половина Забегает в замок к этому Саладину И этих арабских мечников просто сметает Ну и, соответственно, Саладина просто сметает Да, он потратил все свое войско Осталось у него 0 Но Саладина, по итогу, он убил Надеюсь, что вам понравилось Спасибо за просмотр Не ленись, подпишись Ну а с вами был Роджин Ждите новых выпусков Все ли равны? Ждите вообще новых выпусков Ну и до встречи, ребят До следующего выпуска Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok